Приобретай то, что дороже денег и дороже времени. Что же может быть дороже денег и дороже времени? Я объясню это тебе на классической пирамиде потребностей и выйду за ее границей, чтобы понять, осмыслить и осознать, что же может быть дороже денег и дороже времени. Все мы знаем, что она состоит из базовых физиологических потребностей, находящихся в самом низу, потребностей в безопасности, в защите, потребности в социальном окружении, потребности уважения. Чтобы идти дальше по этой пирамиде и разбирать ее дальше, мы должны взять одну переменную с собой. Это переменная потребностей, свойства потребностей. Это их тяжесть. Потребности по своим свойствам очень тяжелые. Сейчас объясню, почему. Мы передвигаемся снизу наверх, и потребности по своим свойствам начинают облегчаться и стремятся к легкости денег. Потому что деньги легкие. И вот на этой прямой потребности выравниваются по своей легкости со свойствами денег. И за пределами этой линии, за пределами линии материального мира, так называемого, кульминацией которой являются деньги, как договоренность всех людей, находится самопознание. И я хотел еще немного рассказать про тяжесть потребностей. Вот, допустим, деньги. Деньги, они легкие. А золото? Золото это деньги или не деньги? И очень часто мы можем отнести золото к деньгам. Но есть один пример, очень интересный, который относится к другой категории. В наши дни Питер, Санкт-Петербург, разбирают старинный дом, разбирают полы, разбирают балки, и находят там три такие забетонированных столпа небольших, разбирают их, демонтируют. И оказывается, в них находятся три ящика с золотом. 235 килограмм золота, которые во время репрессии, семья, которая убегала, не смогла физически унести, потому что золото, это была их потребность в безопасности. И золото физически в этом случае было тяжелое и находилось вот на этом уровне. На уровне безопасности, на уровне защиты. Они сейвили золото, и когда случилась вот с ними такая ситуация, когда они уходили из Питера, убегали, они не смогли физически унести эти 235 килограмм золота. Так вот, здесь мы видим как раз-таки классический пример тяжести потребностей, они тяжелые. Здесь можно показать, как потребности у нас меняются на деньги, деньги меняются на потребности. И очень интересная есть ремарка, отступление немножко от этой всей истории. Ваши деньги всегда равны вашим потребностям. Ваши потребности всегда равны вашим деньгам. Вот это взаимообмен этот. Что же такое самопознание, и почему оно легче денег, почему оно находится выше вот этой линии основной? Есть хороший пример из книги Ричарда Баха иллюзии, из диалога Мессии и его друга, когда его друг говорит ему, зачем ты улетаешь? А Мессия, он летал, путешествовал из штата в штат по Америке. Он говорит, зачем ты улетаешь? Здесь толпа народу перед тобой, они каждый день к тебе приходят, приносят тебе дары, приносят тебе деньги за то, что ты творишь чудеса с ними. А там тебя никто не знает, зачем ты улетаешь? На что он сказал очень гениальную фразу, он сказал ему, мне нужно всего три дня, чтобы снова вокруг меня была толпа народу. Почему? Он не везет с собой ничего из этих потребностей, абсолютно ни золота, ни денег, у него нет с собой. Он приезжает туда в определенном состоянии, потому что он самопознанный, скажем так, находится в определенном состоянии, где он может очень легко распаковать свою ценность, доносить людям ценность, независимо от того, где он находится и какой у него физический багаж с собой. Так вот это как раз таки самопознание. Но самопознание ради самопознания, как и деньги ради денег, не несут никакой ценности. И чтобы нам понять, что же может быть дороже денег и дороже времени, комплексно эту фразу, нужно расширить границу восприятия и увидеть как раз эту пирамиду по-другому, дополненной пирамидой, называя его тонким телом пирамиды потребностей. Вот здесь находится точка, ради чего вообще вам нужно заниматься самопознанием. Что же находится здесь, что же легче самопознания, легче денег? Это, внимание, культура вашего сердца. Культура вашего сердца – это то, ради чего вы сюда пришли, то, зачем вам нужно самопознание таковое. Если представить землю в виде стакана, тот опыт, за которым вы пришли в виде коктейля, то вы пьете этот опыт через такую трубочку, которая называется ваше физическое тело. И вы пополняете культуру своего сердца этим опытом. Если вы прошли самопознание правильно, то есть поняли, зачем вам самопознание не спустились, из-за того, что вы потеряли стоп, спустились вниз, вы пошли дальше, вы поняли, ради чего, поняли свое предназначение, то вы начинаете копить культуру своего сердца. То, что вы с собой заберете отсюда. Так вот, давайте подытожим. Увидимся перед вами сейчас пирамида потребностей с расширением границ. Вы видите, реально, ради чего нужно самопознание теперь. И мы теперь можем объяснить фразу, что же дороже денег и дороже времени. Дороже денег – самопознание, дороже времени – культура вашего сердца. Мы создали курсы, специальные курсы. Эти курсы признаны феноменами в этой области. И это не мои громкие слова, это отзывы, которые говорят об этом людей, которые прошли эти курсы. Эти курсы помогают вам совершить квантовые скачки осознанности в треугольнике самопознания и найти свое предназначение, чтобы пополнить культуру своего сердца. На нашем сайте вы найдете разные курсы. Вы можете начать с экономики внимания. Это бесплатный онлайн-курс с АЗОВ, скажем так, да, с АЗОВ самопознания. Но вы можете сделать такой кратный ускоритель, начать сразу с четырехдневного курса, который включает в себя все знания, скажем так, да, сконцентрированные и все инструменты, позволяющие вам совершать эти квантовые скачки. И это не просто курсы с пустыми знаниями, это курсы с инструментами, с феноменальными, повторюсь, не побоюсь этого слова, инструментами, вскрытия реальности и совершения этих квантовых скачков осознанности. Добро пожаловать и увидимся на наших курсах.